Привет, зрители! С Злоки Джимни вновь на канале, друзья! Пытаюсь я найти локацию для внедорожных тестов, чтобы были они повторяемые. Не просто куда-то поехал, помесил, а чтобы можно было сопоставить разные шины, разные машины, но в одинаковых условиях. Главное, не вот это хихихаха, которое я терпеть не могу. Главное, реальное испытание, чтобы выбрали лучшее для себя в повторяемых условиях и поняли, на что способна именно техника, а не пилот и его отмороженность. Главное, надежность и возможность ехать там, где другие не едут. Это может все Джимни, и как раз пытаюсь я эту локацию обнаружить всячески. Ну и попутно вспомнить про автомобиль, тем более в этом году была представлена большая версия. Пятидверная, можно сказать, но не пятиместная. Удивительно, Джимни это суперкомпакт, и сравнится он может быть разве что с отечественной Ладой 4х4, Нива, Легенда. В общем, как хотите, так и называйте. Нива это все, а Сузуки это еще больше, потому что это Япония. А Япония делает максимальную надежность, в отличие от нашего, да. Что воткнул, то и поехало. Здесь продумал, воткнул, и едет, 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 и бесконечно едет. Бесконечно, друзья, да. Эта версия, кстати, много тоже проехала. Ни следов вообще этой эксплуатационной затюканности вовсе нет. Удивительно, да. И место, да, вы видите. Почему появляется пятидверная версия. Места здесь, в трехдверке, совсем мало. Появится ли она в нашем отечестве? Да бог его знает, как говорится. На счастье Сузуки. На счастье, на счастье, счастье, счастье. На счастье Сузуки. Представлено у нас по-прежнему. И это очень хорошо. Но машина, да, машина внедорожная, способная ехать далеко. Есть рама. А рама что? Она работает лучше, чем несущий кузов. Усталость ей не помеха. Намного выносливее. Ну и мосты настоящие. Полноценные мосты. Здесь не нежная. Спереди подвеска независимая. Куда-то воткнул какое-нибудь там бревно и досвидался. Да? Здесь полноценный мост. Смотрите, а? Вот эта техника. Вот эта техника. Ну и, конечно, радует. Она потому, что настроена качественно. Казалось бы, такая машина должна ехать, бог знает как. Например, отечественную УАЗ. А Япония съедет так, как надо. Без проблем. Без труда. Просто сегодня про это поговорим. И вновь возвращаюсь сюда. Хочу обратить ваше внимание. Да, смотрите. Места здесь, ну реально, реально мало. И пятидверка появляется. Но лишь в длину. Лишь в длину она дает возможность более комфорта размещаться. Больше у нас получается места. Но все равно четыре. Четыре седага в джиме. Вот такие вот ограничения. Все из-за того, что кузов едва ли больше 1,7 метра. То есть физически габаритно разместить по ширине больше людей не получается. Но зато в своем кубическом варианте кузов оптимален. Максимум места. Максимум места. И вынесено запасное колесо, чтобы добавить тому скромному объему побольше возможностей. Тем более бензобак даже, например, бензобак здесь 40 литров всего лишь. Вот такие вот компактные размеры. Но эти компактные размеры большое преимущество для тех, кто, естественно, понимает, что он выбирает. У этих компактов есть масса достоинств ближнего боя, прежде всего. Они правят там, где большая там здоровая машина реально завязана, застроена в деревьях, где-то там еще. А здесь компакт туда-сюда крайне удобно. Но, естественно, несколько сужается орел. Вот мотор, двигатель иначе, который теперь в этом актуальном поколении в России с 20-го года реально с 18-го представлено в мире. И теперь здесь, да, 102 силы, на западных рынках 105. Да, разные вариации бывают. В 2024-м в следующем году будет рестайлинг. Посмотрим, что нам подготовят. Потому как, например, коробка передач, 4 передачи. По нынешним временам, ну, что это за история. Должен быть 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нет, здесь классика четырехступенчатого. И опять же, чтобы ездить в большинстве случаев на расстоянии небольшие, больше недостаточно. Ну, сюда же доехал, да. И 140 своей машины идет. И даже больше, мне кажется, занижено, честно говоря, скоростные возможности. Может, с полной нагрузкой они их замеряли. Возможно. Потому что так она кочегалится до 150. Причем по ровной трассе. Не куда-то там, да, под горочку, под ветер. Нет. Вот такой вот кубик вполне себе идет, да. Made in Japan, потому что. Вот так. Вот так вот. Ценности. Ценности Японии. Пятиступенчатая версия, опять же, можете посмотреть. В принципе, все нам хорошо известно. Я же напоминаю всего лишь и пытаюсь завлечь вас с предыдущим рассказом. Более новым, более свежим. На который, ну, эмоционально прикрашен. Ну, а сейчас нам надо ехать. Надо ехать, посмотреть, что здесь можно обнаружить. Я, признаться, опять же, по достаточно сухой погоде, чего-то такого выдушевляющего не нашел. Разве что настоящую гать, которая вечно на недорожных полигонах есть гать. Зачем эта гать? Где она бывает? Вот сегодня мы эту настоящую гать увидим. Действительно бывает. Действительно едет. И полный привод будет нас спасать. Вот здесь полноценный. Неких межсевых дифференциалов. Честный парт-тайм. Включил мост, едешь, выключил, едешь. На заднем приводе. И очень интересное сочетание. Но ESP. Сузуки аж умеет в ESP. Которая очень четко и быстро пресекает все эти, да, невероятные движения. Что, попробуем. Попробуем поехать. И может быть что-нибудь еще найду. Омыватель, стекло. Единственная кнопка, кстати, может быть много чего, да. Но омыватель, фар, стеклофар, он здесь есть. И позволяет вам промыть после дрожных историй свет и продолжать движение. Классический ключ. Запуск. Климат. Что интересно, полноценный климат. И все созвучия, как говорится, мультимедиа. Везде она. И на SX4, и на виталии. Везде она есть. Звук мы вырубаем, чтобы он нам не мешал. И подставочку эту я сам поставил. Удобно держится в растробе. Ну что, поехали. Поехали. Для жизни все по сути есть. Единственное, что не хватает, это, конечно же, подогрева. Подогрева руля здесь очевидным образом не хватает. Ну и заодно, кстати, подогрев сиденья, на счастье, вот я вспомнил, где он. Да, лето, лето. Такая тема. Ну вот, подождем у Suzuki, когда я оформляю, думаю, он появится. В остальном климат-климатит. Дворники работают, смотрите, да. Вполне все достойно. Ну и умыватель фар тоже радует. Едем прямо в грязюке. К сожалению, она подсохла. Могло быть веселее. С другой стороны, опять же, жесткий, достаточно грунт. И ожидать каких-то там невероятных, да, вращаний колес, разбрызгивания грязи, хода, налетания каких-то там этих блоки. Еще чего-то нет, пожалуйста. Едешь и вперед двигаешься. Прежде чем мы выйдем на дорогу, еще расскажу об одном интересном факте. Да, видите, кстати. Ручной режим здесь представлен, по сути, выбором по классике, да. Первая передача, вторая, третья, а четвертая это овердрайв. Достаточно забавно сделано. Кстати, отмечу, камеру на приборы поставить нельзя, потому что все крайне компактно. Огромные приборы, и они реально не влезают в угол обзора, что удивительно. Ну, а я продолжу движение. Колеса 15-е. 195-65-15. Я бы, конечно, в колесике побольше предпочел, но в стандартной, столько, как говорится, версии, они не щеголяют, чем таким выдающимся. Впрочем, их, опять же, вполне хватает. Самое интересное, вот в этом во всем автомобиле, суперкомпактном, суперудобном, казалось бы, кто скажет, ну, слишком он маленький, но идеален в городе, что удивительно. И демонстрирует минимальный расход топлива. Причем в городе он даже может быть меньше, чем на трассе. Смотрите, у нас расход, где проехал сколько? 1300 долларов проехал, вот я хорошо езжу. И расход у нас, соответственно, 50 тысяч пробега и 8,1 литра на сотню, соответственно. Причем на трассе он будет даже больше, потому что если вы едете 130, у вас расход будет около десяточки. Да? А если максималку выжимать, то там и под пятнашку пойдет. То есть автомобиль тяготеет к небольшим скоростям, и именно в них раскрывается максимально. То есть, почему отечественная Нива жрет 10+, а здесь автомобиль укладывается, да, в минус 2 литра. При этом полный приют. Кто-то скажет, там дифференциал, там постоянно колеса крутится, не надо там что-то орудовать чем-то. Но! Но! Ну, постоянный там дифференциал пол-литра, да, где-то. Хорошо, литр накинем. Ну, там не просто 10, там 10+, а здесь 8. По городу. Потому что по трассе еще больше, да, расход, что удивительно. Но, опять же, в силу того, что обороты высоковаты, а мощности так много из-за того, что кубический дизайн, автомобиль не идеален с аэродинамической точки зрения. Но при этом демонстрирует минимальный расход. Как так? А вот так. Вот так вот японцы умеют делать. Кстати, автосвет, кстати, есть что-то интересно. Вот, датчик света. А вот датчика дождя нет, что тоже правильно. Ну, а тут выезда на природу. Люди выезжают, хотят купаться. Мы сейчас тоже подъедем к воде. Посмотрим, как оно будет. Вот уже, когда грязь, кстати, полетела. Да, очень сильно зависит от времени года, все эти оффроудные истории. С другой стороны, например, если рядом вода, можно поставить помпу и накачать водички, для того, чтобы весело грязь месить. Вот планы у меня такие есть. Если какая-то жуткая стройка. Санаторий строится. Жизнь вообще. Просто трэш. Вот, но это дело не относится. Сейчас мы с вами продолжим движение. Легкий звук раздатки. И это единственное, что можно выделить с трансмиссионных шумов. На удивление, чисто автомобиль по возможностям. При том, что и проехал уже 50 тысяч километров. Ни скрипов, ни писков, ни визгов. Никаких подвижных элементов, которые порой встречаются на автомобилях прям совсем новых. Думаешь, как там? Какой-нибудь там вот Москвич-3, он может выдавать там гулки пластик. А здесь вообще. Вообще ничего. Ни, ни, вот, да. Ни потертости, ни каких-то элементов, да? Думаешь, ммм, достойный, достойный. А если вы заняты в своей локации какие-то известные, то можете мне подсказать. Вот здесь я хочу съехать. И направиться прямо вперед. Да, формат автомобиля позволяет легко съезжать, выезжать, да, куда ты хочешь. Хочешь сюда, съезжаешь, да, там. Прыгаешь, держишься, вот ручечка есть, соответственно. Есть люди, которые ругают подвеской. Что-то вот хотелось бы, чтобы она была более энергоемкой. Но, друзья, во-первых, на подзорожье можно строить колеса и добавить энергоемкой себе подвески. С другой стороны, опять же, подвеска вас может ограничивать совсем каких-то безумных действий. Вы, естественно, снижаете ход до более-менее достойного. Так что... В общем, я не могу сказать, что подвеска Jimny, будучи реально жесткой, да, нам тут не хватает. И вот настоящая ГАТ, кстати. Подъезжаем к настоящей ГАТе. Здесь я сделаю паузу, поставлю телефон. Я его специально приспособил, чтобы мы посмотрели, как будет отрабатывать подвеска. Посмотрим, как Jimny с этим всем справится, как проедет, соответственно. И уже продолжим совсем скоро. Ну, прям настоящая, настоящая, прям вот ГАТе, как она есть. Реальные тут деревья навалены, напилены, да, чтобы можно было ручей проехать. Это, по сути, да, такая переправа. Переправа, с помощью которой можно перебраться через реку и проехать куда-то там дальше. Уж куда проехать, бог его знает. Но, тем не менее, если переправа есть, ее нужно преодолеть. Давайте посмотрим, как это будет в реальных условиях. Неких там полигонов дурацких. Сейчас будут реальные условия преодоления. Вот, кстати, к вакушке он прыгает. Хороша жетуха. Нистовую камеру. С нее будем смотреть тоже. Посмотрим, насколько хорошо умельцы сделали ГАТ. Проверим, получится ли пройти ее на заднем приводе. Или все-таки придется полный задействовать. Ну, чтобы проще было ехать. Возьму один диапазон. И, ох, уже, уже... Не-е-е, не-е, друзья. Ну, трекшн во всю, видите, старается. Но этого уже не хватает, видите, чтобы пройти вперед. Смотрите, другое колесо у нас там вовсе активно. Давайте посмотрим. Ну, смотрите, да, оно работает. Еще раз давайте проедем. Ох, ох, ох. Эксперименты мы сейчас делать такие не будем. Чреваты они, да? Поэтому полный привод, не скушая судьбу. Метраль. Полный привод, лок. И пристенемся. Поехали. Вот. И мы сразу же пришли в движение. Сразу же преодолеваем ГАТ. Просто, да, ничего не трогая. По сути, ну, здесь уже надо немножко поддать газку. Плавненько. И вперед автомобиль. Все дело проезжает. Так, как это должно быть. Все. Вот так вот. Потому что оборудование снимаю. И продолжим движать. На этом вообще можно, кстати, заканчивать историю. Рассказывать. Едите на девяточке, проеду. Что с разгона проедете, да? Ну, что оставить? Уж передние точно эти луминовые держатели реактивных тяг погнете 100%. А может и пробьете что-то бревном. То, что можно пройти ходом, не факт, что можно будет двигаться дальше. А на джиме можно ехать дальше. Можно ехать дальше. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Вот. Там у нас просто берег. Ничего интересного. А вот здесь вот какой-то заезд куда-то, да? Давайте попробуем заехать. Посмотрим, что здесь кроме муравейника. Есть ли здесь что-то. Специальный режим работы трекшена мы видим. И заезжаем вперед. Ох, что здесь такое? Не ухнули я туда. Внутрь, да? Как говорится. Какая-то яма силостная. Да, и можно наверх на поле пробраться. Аккуратненько. Посмотреть, что там. Что нас там ждет? Ну, пожалуйста. Проезжаем вперед. После дам какого-то автомобиля. Не знаю, что здесь ехало. Автомобиль или квадроцикл. Ну, что-то, в общем, двигалось куда-то. Ну, я тоже могу, соответственно, проехать. Куда-то вот сюда вот ехало, 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 ехало и куда-то в кусты уехало. Не знаю. Таких сверебных. Ну, на мою идею, относительно того, что... Да. Это был, судя по-моему, гадроцикл. Скажем так. Судя по зарослям, здесь особо какую-то системную историю не придумаешь. То есть... Ну, какая тут, может быть, системная история. Если не места нет, грубо говоря, для того, чтобы поставить несколько машин, да и ничего такого. То есть, один раз проехал, и... Ну, да, проехали вы, молодцы. Такое типичное поле, там какие-то участки садоводческие, бухло, знает. Ну, а дальше-то что? Нам же интересно выехать всем вместе, там встать, просторы. Вот. Немножечко, немножечко слабоват, слабоват. Маршрут. Ну, вот. Продолжим здесь. Дальше, дальше как-нибудь сами. Да, выйдем, соответственно. И поедем. Поедем вперед. В общем, буду искать. Действительно, буду искать. Какую-то вот местность более интересную, более обширную. Может, куда-то речка идет, посмотреть, да. Проверить. Что-то, ну, гать проезжать по очереди. Наверное, да. Наверное. А, садилы ровно держать. Не телепать его никуда. Машина ровно проедет. Такие простые рецепты. Ну, не все их осознают. Физиологически хочется подвинуть вправо или влево. Там скорректировать. Ничего не надо корректировать. Нужно просто ехать. Ну, и здесь можно сразу уже перейти наверх. Поехать дальше. Есть лэб. Но лэб, как вы знаете, источник многих проблем и бед. Штурмлэб, мне кажется, опять же, незрелищно. Хотел бы такую кольцевую трассу придумать. И из нее уже что-нибудь да сделать. Кто ищет, то найдет, надеюсь, у меня это получится. А там встреча. Это сухорежим не вспомнили, ощутили, осознали потрясающую топливную экономичность, великолепные ездовые свойства и обширные возможности. Дай бог, увидим больше интересного. Но если у вас что-то есть, если у вас есть супер джим нелифтованный, какой-то там еще подготовленный, то вы, друзья, конечно же, конечно же, его покажите. Ну и классический ручник довершает. Все по-настоящему. Пока.